Добро пожаловать на пересадочную станцию. И сегодня, как вы уже поняли, нас ждет трэш, безумие и постапокалипсис. Александр Шишковчук, Схрон, дневник выживальщика, книга третья. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Если ты тоже хочешь попасть в этот список, получить уникальный значок возле своего ника, специальные эмодзи, получить доступ ко всем путешествиям пересадочной станции в аудиоформате, а также раньше всех остальных прослушивать ролики, то нажимай на кнопку «Спонсировать» или переходи по ссылке в закрепленном комментарии. Глава сорок четвертая. Выспаться не получилось. Если б вместо мрачного бандита-качка была годная девка, я б всю ночь использовал ее по назначению, а именно в качестве грелки. Конечно, сейчас это не вариант. Мешает сомкнуть в глазах холод, нужно постоянно подкидывать дрова. Мешает моя паранойя, хотя, скорее всего, это чувство взаимно. Тоха тоже не спал в ту ночь, выстругал из крепких дрынов два копья и, по моему совету, обжег их на костре. Но больше всего мешает палево. Мы подпрыгиваем от каждого шороха, хватая горящие поленья и с опаской всматриваясь во тьму. Где-то там до сих пор бродит гребаный медведь, адски злой, голодный. Естественно, я не забыл проверить мобильную связь. Телефон, слава богу, не замерз, ибо лежал во внутреннем кармане, но заряда батареи осталось процентов сорок. И нет сети. Что ж, мои безумные догадки, похоже, не такие уж безумные. Впрочем, нет. Отсутствие сети ни о чем не говорит. От любого города отъехать на сто километров, и твой мобильник превращается в бесполезный кусок пластмассы и микросхем. Ну, еще как фонарик можно использовать. Жаль, жаль. Навигатор сейчас бы очень пригодился. Часам к девяти утра стало светать. Решив не маяться ненужными догадками, я принялся готовить завтрак. Натопил снега в кружке, дождался, пока закипит, и раскрошил туда последний бичик. Еще один мы съели вечером. Ложек не было, поэтому ели палочками, передавая друг другу кружку. Небольшой кусман колбасы, грамм на двести, было решено оставить как эндзе. Да, Тоха оказался нормальный мужик, вернул мне нож. Чемодан теперь у него, и на задание Сергеича, ввиду форс-мажорных обстоятельств, теперь насрать. Где он сейчас, как мы сюда попали, почему, все это должно волновать сейчас в последнюю очередь. Тупо выживание, вот что важно, как не замерзнуть, что жрать и куда идти. Я не особо переживаю, для меня это родная стихия, лишь гложет червь досады. Как я, выживальщик, оказался неподготовленным к такой жопе. Даю себе мысленный зарок, впредь всегда иметь при себе запас патронов, компас, комплект зимних вещей, котелок и продуктов минимум на неделю, ну и, конечно, хотя бы полулитровую фляжку спирта. Ну чё, Санёк, больше нечего погрызть у тебя? Спросил качок, когда мы доели Роллтон. Я с сожалением покачал головой и зачерпнул снега в ту же кружку, чтобы заварить кофе. Сейчас бы грудок куриных. Продолжил он, вороша палкой в костре. Да и яичек с десяток вареных, да с огурцами, помидорами и зеленью, хуёво без калорий и витаминов. На тебе витаминов, сказал я, сорвав еловую ветку. Пожуй, дружище. Чё, прикалываешься нахуй? Да ты не быкуй, в еловых иголках до хрена витаминов. В подтверждение своих слов я принялся сжевать горькую колючую ветку. Тоха с минуту хмурясь глядел на это дело, но всё же последовал моему примеру. Попили кофе. Пора выдвигаться, сказал я, собирая в рюкзак немногочисленные пожитки. Как идти-то нахуй? Проворчал бык. Ты можешь и нахуй, мысленно ответил я. Он снял сколышка в своей гучи и с мрачным видом принялся вертеть их в своих лапах. Когда-то модные ботинки от холода, сырости и неравномерной просушки превратились в заскорузлые рогалики, почти негнущиеся. Действительно, как он у них пойдёт? Впрочем, у меня ситуация немногим лучше, мои боты не предназначены для зимы. Но их можно хотя бы высоко и плотно зашнуровать, штаны заправить. Только надолго ли хватит этих ухищрений? И нахуй вообще куда-то идти? Спросил Тоха. В смысле, надо выйти к людям? Ответил я. Всё-таки правду говорят, что все качки тупые до нельзя. Я пасать отходил на пять метров, так чуть дуба не дал. Надо оставаться у костра, здесь тепло. И что дальше? Ты не забыл, что где-то неподалёку бродит голодная косолапая хрень, которую ты разбудил, кстати? Ээээ, ты чё на меня гонишь? Огрызнулся бычара. Ничего, ничего, успокойся. Ты меня не успокаивай, понял, бля? Ты можешь не орать, блин? Прошипел я. Медведь. Да мне похуй, пускай сюда тащится, бля. Раздухарился качок. Я этой пикой ему пасть проткну, мясо будет хоть пожрать, а из шкуры пальто сделаю штаны и сапоги нахуй. Долбоёб заткнулся на секунду, но только для того, чтобы набрать полную грудь воздуха. Эээ, мудак косматый, ты где, бля? Иди сюда нахуй или засал? Я подскочил, схватив нож, и настороженно уставился в ту сторону, откуда вчера пришли. Лес ответил спокойным безмолвием. Ладно, ты как хочешь, а я пойду. Твёрдо сказал я. Дурак ты, Саня. Качок уселся на бревно и положил копьё на колени. Надо на месте оставаться. Нафига? Нас найдут, уже ищут по-любому. Кто? Бычара задумался. Ну это, раз на связь мы не вышли в срок, начальство должно искать. Вертолёты, спасатели, вся хуйня. Ты чё, бля, телек не смотрел? Всегда так делают, когда какой-нибудь мудень в лесу потеряется. Уверяю тебя. Вздохнул я. Нас искать никто не будет. С чего это? Подумай головой. Мы были где? Ну это, в Питере нахуй. Какое время года было? Ну лето хули. А сейчас что? Качок как-то весь переменился в лице, плечи поникли. Короче, Тоха, надо признать тот факт, что мы точно не под Питером, а хрен знает где. Я хотел добавить, и хрен знает когда. Но не стал, чтобы не грузить его операционку. И надеяться на помощь не самое разумное решение. Он молча слушал. Нам надо мобилизоваться, действовать сообща, отставить в сторону панику. Продолжил я. Прямо как замполит в армейке базаришь. Горько усмехнулся Тоха, покачав головой. Тебе, блядь, легко говорить. У тебя хоть куртка есть и обувь нормальны. Может поделишься? Не твой размерчик. Я сделал шаг назад. На всякий случай, хрен знает что на уме у этого мудака. Да как я в этом пойду? Он потряс одним из своих гучи, едва не зашвырнув его в костер. Я задумался. Буквально сразу мой выживальческий разум выдал решение. Открыв рюкзак, вытащил пару полиэтиленовых пакетов, в которых был завернут нас. Надевай поверх носков, и это защитит от сырости. Эх, точняк натуре. Просиял бы чара, натягивая пакеты. Но я тоже рискую сыростью и обморожениями. Что же делать? Пакетов больше нет. Тут в мозгу словно щелкнула гитарная струна. Да. В экстремальных условиях мышление работает как надо. Мы сделаем снегоступы. Схемы плетения этих нехитрых девайсов еще со времен первой подготовки к БП намертво отпечатались в моей памяти. С помощью ножа, гибких веток и затяжек от рюкзака мы сплели по паре полуметровых снегоступов. Антоха малость потупил, конечно, но я подсказал, что и как. Закрепив на ногах, я тут же их испытал. Ништяк. Держит отлично. Эх, сейчас бы лыжи, но и так сойдет. И мы попиздавали сквозь мрачные дебри тайги. Не сговариваясь, сразу взяли хороший темп. На Тоху жалко смотреть. Он то натянет на посиневшие уши пиджак, то пустит его обратно, когда замерзала спина. Греет руки подмышками. Мы бежим легкой трусцой, пытаясь согреть наши замерзающие организмы. Если, конечно, прыжки в этих неуклюжих конструкциях можно назвать трусцой. Ни медведя, ни его следов слава ктулху не повстречали. Да и движемся мы в другом направлении. Зато частенько попадаются следы зайцев и песцов. Если сделать ловушки, можно добыть немного мяса. Сказал об этом качку, отчего тот заметно приободрился. Во время каждого перекура Тоха, усевшись на чемодан, начинал рассказывать. О своей службе в армейке 10 лет назад. Кстати, служил он в какой-то показушной роте в центре Москвы. Бывало, стоял в карауле на Красной площади. Живет он с мамой, хочет жениться, но пока не встретил ту единственную. Еще поведал, что работает в команде одного известного деятеля. Из криминального мира или из силовых структур я так и не понял. Скорее всего, и то, и другое. Но все эти рассказы постоянно съезжают на тему жрачки. И такая тоска звучит в его голосе, что становится ясно. Утренний Роллтон нифига не насытил эту махину. Я, конечно, подбадриваю тупого качка, хотя где-то в глубине души так все понятно, что он не жилец. Мороз и голод прикончат Антоху, если не в эту ночь, так в следующую. «Следи за ним, следи за этим быком, Санек!» Шепчет паранойя. «Он вполне может разделаться с тобой, когда проголодается по-настоящему!» Пообедали куском промерзшей колбасы, попили кофе, запалив небольшой костерок из веточек. Остался еще один пакетик три в одном, и это все. Если завтра не выйдем в населенку, придется всерьез озаботиться поиском пропитания, ловить этих зайцев, потрошить. Но даже после столь скудного хавчика силы прибавилось, и мы пошли заметно бодрее. У меня появился план. Нужно забраться на какую-нибудь возвышенность и с высоты определить, где находимся и куда идти. Почему-то я не сомневаюсь, каким образом нас занесло в пост-БПшную Карелию. Осталось лишь определить, в какой стороне мой схрон. Неужели я снова смогу ощутить тепло своего убежища, прижать к себе ленусика? Ради этого я готов терпеть любые страдания. Но куда девать Антоху? Никто не должен видеть мой схрон. Ладно, поживем-увидим, на худой конец, как во всех фильмах, поступают с тупыми качками в расход. Блядь, сука! Тохин вопль прервал мои мысли. Что такое? Спросил я, остановившись. Сломалась эта хуйня! Он показал треснувший снегоступ. Ладно, привал, давай, делай новый. Бык воткнул снег в свое копье, бросил чемоданчик и сказал. Дай нож, срежу пару веток. Держи. Я с неохотой протянул холодное оружие. Тоха, проваливаясь одной ногой в снег и выкрикивая мутюки, направился к тонким березкам, растущим в прогале между сосен. Я же присел под большой елкой, скрываясь от пронизывающего ветра. Сквозь метель вижу, что вот бычара добрался до рощицы, вот начал сгибать кривой ствол. И вдруг исчез. Я подскочил, в следующую секунду раздался громогласный вопль. Ааа, сука! Звук идет откуда-то сверху. Подняв голову, я увидел качка, вздернутого за ногу и болтающегося вниз башкой на высоте десяти метров. Глава сорок пятая Ааа! Как больно! Продолжает орать качок. Саня, ты где? Сними меня отсюда быстрее, я ногу не чувствую, ааа! Но я не был бы несокрушимым Саньком, если б как идиот ринулся в явную ловушку. Антоха болтается, словно гребаный гимнаст под куполом цирка, раскачиваясь от ветра и нелепых конвульсий. Пиджак съехал ему на голову, добавляя дерганье и руками. «Саня!» Сквозь вой пурги подвывает бычара. «Санек!» А я сижу, не двигаясь в яме под елкой. Мои глаза, как два лазерных сканера, исследуют лесную чащу. Минута, другая. Пора бы уже выйти да помочь несчастному дебилу, но паранойя словно держит зашкварник своей железной рукой. И только хочу подняться, как она яростно осаживает обратно. Чуйка не подвела. За елками среди ветвей я засек движение. В пурге и сумерках, едва заметное. Но мой взгляд и внимание, отточенные в бесчисленных вылазках, дали результат. Кто-то приближается, бесшумно. Даже не видно, сколько их. Руки покрепче сжали древко недавно выстроганного копья. Качок тем временем вопить перестал. К моему удивлению, он даже сумел, сгруппировавшись, ухватиться за веревку и начал подтягиваться. Но освободиться не успел. На полянке стали появляться люди. В бесформенных маскировочных балахонах. Какие-то тряпочки серого, зеленого и белых цветов, позволяющие им идеально сливаться с местностью. В руках одного появилась мачете. Хрясь! Он ударил куда-то в заросли. Бля-а-а! С протяжным воплем Тоха приземлился в снег. Кажись, живой! Качок начал отряхиваться, недоуменно озираясь. Он только сейчас заметил загадочных воинов. Ах! Спасибо, пацаны! Реально выручили нахуй! Воскликнул бык. Но вместо приветствия незваные гости принялись его буцкать. Жестко. Ветер донес глухие звуки ударов в перемешку с матами и болевыми вскриками. Блин! Вот это принималого! Меня стало разрывать от желания помочь и не менее острого позыва чесать куда подальше. У них ведь и стволы имеются. Правда, не видно, какие. Но в то же время у некоторых я заметил копья и луки. Неужели веганы? Наверное, мы сами того не зная, вторглись во владение сектантов белого брахмы. Так значит, надо сдаваться? Расскажу, что я давний кореш их босса, и они отведут нас в свои райские сады. Думаю, Димон обрадуется старому другу. Встретит, как положено, шишки, бухло и сисястые красотки. Несмотря на стужу, мне стало тепло от одной этой мысли. Хотел уже выходить, но... Послышалось фырканье. На поляну верхом на оленях важно въехали несколько всадников. Рогатые красавцы, обвешаны тактическими подсумками, чехлами с оружием и маскировочными накидками. Предводитель ездаков поднял руку и что-то отрывисто скомандовал. Сектанты закончили отрабатывать удары и расступились. Качка схватили. Один из сектантов поднес нож к бычьей шее, что-то спросил. Бычара промычал в ответ. Все, как по команде, повернулись в мою сторону. Конечно, меня они видеть не могут, но они по-любому заметили воткнутое в снег копье. Чемоданчик рядом и цепочку следов, полузаметных, но все еще явно читаемых. Натянулись луки, защелкали затворы. Четверка боевых вегетарианцев устремилась по следу. Когда они достигли чемоданчика, я медленно, стараясь не делать резких движений, встал в полный рост. Своё копье откинул в сторону, аккуратно поднял руки. Надеюсь, их поселение не очень далеко, и к вечеру будем пировать с Димоном. Всё нормально, парни, я свой. Мы знакомы с брах. Удар прикладом в лицо резко поубавил во мне оптимизма. Грёбаный веганы. Заломав руки, чёртовы ублюдки обшмонали меня. Забрали револьвер, вытряхнули рюкзак и потащили к своим. Моё и Тохина копьё они выбросили, но чемодан один из веганов проворно подобрал. Хреново, теперь я совсем безоружен. Однако унывать ещё рано, ведь главное оружие выживальщика что? Правильно, прокачанный, изворотливый, как скалопендра мозг. Ещё удар промеж лопаток, и вот я стою на коленях рядом с качком. «Ты зачем сдал меня, олух?» – прошипел я. «А чё такого-то?» – ответил качок. «Они спросили, я ответил. Короче, пасть больше не раскрывай, если жить хочешь, я с ними договорюсь». Один из садников спрыгнул с оленей и подошёл к нам. Лица не видно под капюшоном, но зелёные вставки в снаряжении не оставили сомнений, что перед нами один из офицеров веганского войска. «Только эти двое больше никого?» – спросил командир. За моей спиной раздался голос. «Да, судя по следам, никого больше нет. Это лазучики из города!» – сказал ещё кто-то. «Враскоты их!» Мысли в моей голове заработали, как каленвал F1 на максимальных оборотах. Картинка ситуации понемногу стала складываться. «Уважаемые веганы!» – начал я, откашлившись. «Наконец-то мы нашли вас!» Болезненный удар оборвал мою речь. «Заткнись, мясоед!» «Ну точно, веганы! Узнаю их повадки!» Командир в купюшоне произнёс. «Тихо! Не похоже они на лазучиков. Пусть продолжает. Кто такие и куда идёте?» Я начал вдохновенно заливать, впрочем, не сильно отклоняясь от правды. «Мы идём с важным донесением к вашему руководителю, к Белому Брахме. Извините, что в таком виде по дороге на нас напал Медведь Шатун». Сектанты удивлённо запереглядывались. «Мы сбежали из пиндосского плена. Нас хотели казнить на арене жести». Краем глаза увидел, что качок посмотрел на меня удивлённо. Только бы этот бивень не ляпнул чего лишнего. «Что за важное донесение?» – оборвал командир сектантов. «Уайт с Юриком готовят наступление на ваш посёлок, хотят захватить оранжерей с фруктами, сжечь подсолнухи», – ответил я. Тут они забеспокоились, зашептались, прервали самоуверенные смешки. «Этот трупоед врёт!» – снова раздался за спиной голос. «Амеры не суются дальше двадцати километров от Кандалакши!» «Ещё раз откроешь рот, Клементий, отправишься на сфенофермы!» «Соблюдай субординацию!» – пригласил Капюшон. «Продолжай, голодранец!» Я вздохнул и продолжил. «Нам с другом не нравятся порядки в городе. Мы не хотим работать на проклятых оккупантов. Возьмите на свой отряд. Мы готовы стать веганами. Но сначала отведите к Брахме, он будет рад меня видеть». Воины резко и гнусно захохотали. «А этот трупоед – шутник!» Командир присел на корточке и откинул капюшон. Худое угловатое лицо, бритый череп, татуировка в виде глаза на лбу. «Ты что, не узнаёшь меня, Иннокентий?» – спросил я, усмехнувшись. «Какая встреча, Санёк!» – оскалился командир веганов. «Как же не узнать? Узнаю!» «Да и я узнал этого засранца. Это один из приспешников спауна, один из четвёрки каратистов, выживший после нашего боя в резиденции Брахмы». «Знаешь, мой хитрожопый друг, я долго мечтал об этой встрече. Наш повелитель поверил тебе, дал двух оленей, отпустил с миром. Но ты не выполнил то, что обещал. Много наших братьев полегло в городе после неудачной вылазки. Брахма очень зол на тебя!» Он почесал подбородок. «Я бы с огромным удовольствием допросил тебя и этого накачанного трупоеда». На моё суровое плечо легло мачете. «Жаль, на это нет времени!» – искренне вздохнул он. «И жаль, что придётся убить вас тут. Столько топлива для биореактора пропадает зазря. Так что радуйся, Санёк Лёгкой Смерти. Вы ведь не хотите в биореактор!» «Хотим! Хотим в биореактор!» – воскликнул я. «Да, да!» – подыграл качок, ощутив сталь возле горла. «Мы хотим в биореактор!» Командир отступил на пару шагов и коротко кивнул. Как крупинки в песочных часах понеслись последние мгновения жизни. «Инокентий, подожди!» – я сказал правду. «Спаун ждёт меня! У меня донесение!» Но крепкие руки стиснули меня и качка. Сейчас последует смертельный удар. «Может, всё-таки пусть Брахма допросит?» – неуверенно спросил голос сзади. «У нас задание, Клементий! Кончай их!» Глава сорок шестая «Как же горько и обидно стало в этот момент!» «Я вспомнил детство, безалаберную, но прикольную юность, работу, встречу со Стасом, подготовку к апокалипсису, схрон, ленусика, всех бесчисленных тёлок, удостоившихся чести принять в себя моего бойца!» «Как же, блядь, печально всё это!» «Надеюсь, мои суровые гены возродятся в потомке!» «Стоп!» «А ведь Лена по-любому залетела от меня!» «Значит, в этом времени, куда меня перебросило неведомым образом, она уже нянчится с малым в схроне!» «Я должен вернуться к ней во что бы то ни стало!» «Веганы вокруг следят с любопытством, кто надменно, кто-то с усмешкой, один даже с аппетитом хрустит морковкой!» «Меня и качка силой толкнули в плечи, руки уперлись в снег!» «Тохо зажмурился, тяжело задышал с подвываниями, а мои пальцы тем временем нащупали в снегу что-то твёрдое!» «Это же... да!» «Нож Вавана, который выронил тупой бычара, когда угодил в ловушку!» Иннокентий начал какую-то мантру. «Во славу великого подсолнуха!» «Во славу великого подсолнуха!» произнёс за моей спиной Клементий и повторили остальные сектанты. Замерзающие под снегом пальцы стиснули десантный клинок обратным хватом. «Именем Белого Брахмы, одна рука которого дарует изобилие жизни, а другая карает нечестивых трупоедов!» «Я не стал дослушивать эту бредовую хрень до конца!» «Бросок!» «Освобождаюсь от захвата!» «Вопли со всех сторон!» «Перекат!» «В полуметре от меня вонзилось копьё!» «Прыжок!» «Удар!» «Ха!» «Я заломал Клементия, дреща с жидкой бородёнкой, заплетённой в две косички!» «Клинок застыл в миллиметре от ушной раковины негодяя!» «Стоять!» «Не стрелять, идиоты!» — крикнул командир веганов. «Он схватил Клементия!» «Луки, копья, немногочисленные стволы замерли, устаюшись на мою персону!» «Инокентий, разреши!» «Прошипел стоящий рядом с ним коренастый сектант, целясь мне в голову из СКС!» «Я не задену Клемента, ты же знаешь!» «Тут я пригнулся, укрываясь за живой мишенью!» «Никакого огнестрела! У нас режим тишины, это приказ!» «Так точно!» «Стрелки с неохоты опустили стволы!» «Я прокашлялся!» «А теперь слушайте сюда!» «Вы отпускаете нас и идете, куда шли своей дорогой!» «Отпусти его, трупояд!» Крикнул кто-то, и Иннокентий вздернул руку, призывая к тишине!» «Что еще, Санек?» С нехорошей ухмылкой спросил командир. «Да, вы вернете наши вещи и два плаща, твоего человека отпущу ровно через полчаса, как вы свалите!» «Командир!» Закричал, забился в моих руках Клементий. «Не слушайте, трупоеда, стреляйте! Я готов отдать жизнь во славу! Ай!» Я как следует придушил вегана и шевельнул клинком. Половина мочки уха упала ему за воротник. «Мои условия понятны, делайте, что сказал, и разбегаемся!» Командир покачал лысым черепом. «Это абсолютно невозможно!» Мой заложник гнусно захихикал. «Давай, убей меня, грязный падальщик! Меня уже ждет колесо Сансары, а тебя — мучительная смерть!» Я оказался в патовой ситуации. Отпустить козла и бежать — догонят, или гасить его и будь что будет. Качок, тупо раскрыв пасть, надежды переводит взгляд с веганов на меня. «У тебя нет шансов, Санек!» Произнес командир. «Ты бы сам поступил по-другому?» Спросил я. «Нет». «Я отпущу его, но ты дай слово!» «Какое!» «Я воин, и мой друг тоже. Ты не убьешь нас как собак. Я хочу умереть в честном поединке с любым из вас!» «Уважаю твой выбор, Санек!» Командир кивнул. «Я лично сделаю это!» Он скинул плащ, оставшись тонкой зеленой накидки, протянул руку, один из воинов подал ему мачете. «Только давай по-честному, без этих ваших чудо-семок», — уточнил я. «Естественно!» — усмехнулся Иннокентий. «И пусть твои сложат оружие!» Короткая команда. Веганы опустили луки, положили на снег ружья, винтовки. «Отлично!» «Как видишь, я держу слово!» Сказал командир, не сводя с меня пристальный взгляд. «Давай, отпускай Клементия!» Легким пинком я отправил заложника к своим. Тот пополз на трех конечностях, зажимая раненое ухо. «Что, блять, делаю? Кому доверился?» Вздохнув, посмотрел в седое небо. «Помоги мне, ктуху, в этой схватке!» Я направился к центру поляны, где ждет, разминаясь противник. «Удачи, Санек!» Сказал, стуча зубами качок, когда я поравнялся с ним. «И тебе удачи, бычара! Сначала я, потом ты!» Пожал мощную ладонь. «Да, у качка есть шансы выстоять в поединке, но отпустят ли нас потом, это уже не важно!» Я приготовился к смерти в бою, и страх, как это и раньше бывало, отступил в темные уголки подсознания. Пламя решительной ярости загорелось в груди. Мы с Иннокентием застыли друг напротив друга. Тишина! Только похрапывают олени, да ветер свистит в елях. «Начнем, пожалуй!» Сказал он. Ответил ему скупым кивком, наши тела приняли боевые стойки. Достойный противник, если получится, постараюсь оставить ему жизнь. Блядь, едва удалось уйти от коварного выпада. Я тут же позабыл о всех благородных установках. Гребаный веган движется, как вихрь. С неожиданных сторон летит коварная сталь. Вжух, вжух, дзынь! Мы разлетелись в стороны. Ха! А мне удалось спороть его зеленую рясу. Но что так обжигает мое плечо? Я скосил глаза. Из разреза на куртке выступает кровь. Тоже достал, сука! Ерунда, царапина! Пошли по кругу, постепенно сближаясь. Я уже взмок от пота, а веган все так же невозмутим. Я делаю обманные движения ножом, а командир усмехается и закручивает мачете, как заправский циркач. Дзынь, дзынь, джух, джух! Офигеть, я еще жив! Вражеское лезвие рассекло мой воротник, едва не лишив головы. Давай, Кеша! Да, понеслись подбадривающие крики зеленых гадов. У тропоеда нет шансов, он слишком медленный! Да, Санек, этого живчика без допингов не одолеть, признай это. Мой организм еще недостаточно прокачан, хоть мозг и помнит все приемы. Иннокентий пошел в очередную атаку. Главное держать дистанцию. Дистанцию! Может, удастся поймать момент, когда он откроется. Внезапно ездовые олени дико взоржали, один даже встал на дыбы. Пара ездоков свалила снег, отброшенный резвыми копытами. И я и мой противник остановились, пользуясь неожиданной передышкой. Что за... Страшный треск и рев раздался за спинами сектантов. И на поляну ворвалась буро-мохнатая махина. Сука! Медведь! Неужели ктулка услышал мои молитвы? Все пришло в движение. Крики веганов, виск оленей, рев хищника. Чуть не сбив с ног, мимо меня пронесся с охатой, на ходу вываливая кишки из распоротого брюха. «Стреляйте! Стреляйте!» Заорал командир, забыв про меня и про свой режим тишины. Крепыш наклонился, подхватывая СКС, дернул затвор. И в тот же миг полбашки его снесла когтистая лапа. Чёртов шатун косматым демоном понёсся по поляне, отрывая конечности, прокусывая головы и разрывая на части всех, кому не повезло оказаться на пути. «Сено-деревья! Быстрее!» Крикнул Иннокентий и тут же подал командирский пример. А ведь он прав. Я устремился к ближайшей еле, куда уже взлетел мой недавний противник. Надеюсь, не придётся с ним драться на ветках. Он же не дебил. «Тоха, давай сюда!» Крикнул я, когда оказался в метрах в пяти над поверхностью. Качок и ещё какой-то веган метнулись к дереву. Медведь повернулся к ним. «Быстрее, блять!» Во всю глотку заорал я. Шатун прыгнул. «Лезьте живо, придурки!» Прокричал надо мной Иннокентий. «Жа-а-а!» Кровавый фонтан взметнулся на пару метров. Я приоткрыл глаз. Качок жив. Ползёт, как заправский дереволаз, только забрызган отшмётками вегана. Ель тряхнула. Это шалун ударил по нему лапами, скали окровавленную морду. Мы резко полезли ещё выше. Ствол и ветви всё тоньше. Их качает всё сильнее. Неужели чудовище догадалось стряхнуть нас? Вдруг тряска прекратилась, я огляделся. По соседним елям карабкаются уцелевшие веганы. Но двое храбрецов остались внизу и, выставив копья, стали приближаться к зверю. «Земля вам пухом, чуваки!» Подумал я. Мишка встал на задние лапы и попёр на них. Тот, что был чуть впереди, упёр копьё в снег, но шатун сделал удар лапищей, разбив его в щепы. Второй сектант, не выдержав, бросил копьё и помчался на утёк. Не останавливаясь, адский зверь прикончил первого и через пару секунд разодрал горе бегуна. «Пиздец! Пиздец! Нахуй!» — провыл качок. Мы уже залезли, насколько возможно, уцепившись за тонкие ветки. Только бы не треснули. «Не бойся, мясоед!» — сказал Иннокентий, убирая за пояс мачете. «Мы в безопасности!» «С чего ты взял?» — просил я и, подумав, тоже убрал нож. «Борый медведь-трёхлетка не может лазать по деревьям!» — усмехнулся командир веганов. «Как ты, блядь, определил его возраст?» — воскликнул качок. «По размеру, этот даже гораздо старше!» «Что будем делать?» Иннокентий перехватился поудобнее и крикнул соседям. «Ребята, кто с оружием?» «У меня нет, у меня тоже!» «Всё внизу осталось, командир!» Последовали ответы выживших вегетарианцев. «Идиоты!» — проворчал он. «Ладно, подождём, когда медведь нас жрётся и уйдёт!» «Мы тут замёрзнем нахуй, замёрзнем!» — запричитал Тоха. «И в этом я с ним полностью согласен. Мои исколотые еловыми иглами пальцы с каждой минутой коченеют и дубеют. Я бы мог вас научить согревающей медитации, друзья, но у вас не раскрыты чакры!» «Сказал командир!» «Да пошёл ты нахуй!» — крикнул качок. Ветка под ним треснула, и он испуганно вцепился в другие. «Спокойно, Тоха!» — сказал я. «Что-нибудь придумаем!» «Я полезу вниз!» — сопя произнёс бык. «Там ствол валяется, попробуй добежать нахуй!» «Даже не думай, бивень!» — сказал я. «Тебе пиздец!» «Так и так пиздец!» — ответил Тоха. «Не останавливай своего друга!» — вмешался Иннокентий. «Пусть попробуют, я верю в него!» Качок принялся осторожно спускаться. С возвращением в реальность! Если вам понравилось наше путешествие в мир выживальщика, то обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в социальных сетях. Ну а если вы хотите отправиться дальше, то просто выберите одну из иконок на экране. И как всегда, до встречи в следующих... мирах!